рекординг и поехала наша комьюнити вот меня зовут игорь фисенко я может быть кому-то надо ел кому-то нет но тема сегодня о которой хотел поговорить это exception handling почему я хотел бы поговорить на самом деле на такую тему казалось бы да ну что там сложного на exception handling но это легко на самом деле звучит как правда звучит как план но посмотрев коды посмотрев подходы поговорив с людьми мне кажется что мы немножко зависли с пониманием того что у нас есть что нам дает наш язык на котором мы разрабатываем вот поэтому и возникла скажем так идея поговорить сегодня подискутировать я думаю что exception и все используют у себя в проектах да ну скажем так кидает exception и кто-то ловит exception и но правда есть кто-нибудь кто не использует вообще exception и а например error коды используют вместо них отлично значит аудитория наша давайте поговорим про такую вещь почему exception handling это легко но на самом деле правда мы считаем что это легко и ничего не смотрим в эту сторону ну что там там все понятно там есть try catch finally блок на try finally может быть может быть просто try catch но на самом деле очень часто с такими простыми вещами мы допускаем ошибки не только мы не только скажем так в наших проектах это делают все вы все знаете что microsoft открыл свои исходники до соответственно теперь мы можем анализировать и смотреть что же делает microsoft exception handling это легко это правда на самом деле берем все оборачиваем в три что кидает exception и ставим пустой catch и пожалуйста поймите что же у вас там происходит это вот с кода розлина абстракта на лазер ассембли лоутер был какой-то exception ничего страшного но мы его даже не логируем на самом деле с эксепшенами все просто handling довольно легкий верно но вот тоже такой вот код но что-то произошло то зачем при тернул какая разница какая ошибка была но мы ее за хендлили вот на самом деле ну выглядит все так легко на что с эксепшенами также вот например вам кусок кода обычный который здесь в трае мы срываем эксепшен сохраняем его например пока не вдаваясь в детали скажем тогда зачем этот код используем вот не вдаваясь в детали зачем этот код используем еще вернемся к нему вот такая вот есть запись на здесь нету ошибок но если например я просто вынесу эту строчку в метод то у меня уже компилятор будет ругаться вот казалось бы все просто тот же код да но на самом деле с эксепшенами все не так гладко эксепшены это отдельные операторы это отдельная запись в коде но очень сложно все с этим то есть откуда может кинуть эксепшен где он может произойти где код и тому подобное это очень сильно недетерминирована для нас понятно что все это описано стандартами но насчет этих стандартов мы чаще всего не задумываемся что там происходит и как вот но возвращаясь к нашей презентации хотелось бы поговорить сначала вот такой простой вещи эксепшен диспатч инфо кто-нибудь знает что это такое кто-нибудь но если что разбивайтесь не хотите разбиваться просто напишите что там например я знаю хотя бы но день человек нет смотрите кто не знает хорошо давайте немножко бэкграунд тогда поговорим вы видите что у нас есть такой блок трайда там код который генерирует эксепшены потом catch exception и потом мы логируем и если нам нужно эксепшен прокинуть дальше то все прекрасно знают вот здесь вот ну начинается мы вступаем мы спорим яростно врываемся что лучше писать с роу да но не писать там с роу x это все знают все прекрасно потому что стек трейс испортим и тому подобное уже будет не тот эксепшен как нужен и давайте наверно переключимся к демо самый лучший способ но это показать это все на демо давайте я щас вернусь к нашему коду если нам нужно скажем так сохранить какую-то информацию эксепшене что обычно мы делаем на но если вам приходится сделать логирование и сделать что-то с эксепшеном после какого-то кода который вы не можете сделать в кэче например вам нужно там срочно восстановить или еще срочно сделать какую-то операцию но бывает такое бывает в коде что обычно мы пишем да то есть мы пишем эксепшен мая экс да там сравнивать сэпшен конечно кинул этот код эксепшен мы этот эксепшен поймали за хендлили и потом сделали вот здесь вот еще какую-то работу которую мы не можем сделать в кэче возможно с потоками что-то связано и потом кидаем уже эксепшен когда выполнили все операции особенно до появления возможности использовать авэйт в блоках кэче файнали это вообще скажем так приобретала огромный смысл на делали такие вот вещи потому что здесь можно было использовать вы все прекрасно понимаете что это плохо да что мы здесь ровнем это будет уже другой эксепшен и тому подобное это нехорошо вот что делать все в принципе с этим мирились на самом деле с этим не нужно мириться для этого есть такой класс exception dispatch info он вам помогает с этим простым способом вы объявляете exception dispatch info то же самое пишите логику но потом используйте статический хелпер capture exception все ваш эксепшен замораживается когда вы его сделаете потом тоже какую-то делаем то же самое да делаем какую-то здесь работу там синковые ты но потом нам нужно этот эксепшен прокинуть дальше пожалуйста в exception dispatch info да есть инстанс с ров и вам кинет точно такой же exception как у вас был как будто вы сделали это с line 40 это очень круто это можно использовать но это фишка скажем так exception dispatch info не была с фреймворка 2.0 она появилась и недавно и соответственно ну как недавно с 4 сейчас я чему-то переключилась а вернемся коду что делать до этого если вы например разрабатываете под там 35 до там по 3 фреймворк что делать нет ли у меня этой такой возможности нет на самом деле возможность есть она давно реализована уже все шарпи и если кому-то приходилось сталкиваться то вы всегда использовали такое понятие как экстеншен писали ну или не экстеншен давайте к нему переключимся посмотрим и использовали internal preserve stack trace такую вот вещь на это property она internal соответственно получить просто так доступ мы к ней не можем потому что используется инкапсуляция но вы знаете что любую инкапсуляцию все шарпи можно нарушить с помощью reflection и соответственно мы можем получить этот метод и его просто вызвать и сказать что сохраним не stack trace заморозь его и пожалуйста не трогай и вы можете делать то же самое а выглядит немножко странно немножко непонятно но делает то что нам нужно вот поэтому мне стоит уже писать вот такие вот вещи потом страдать мучатся если вам это нужно делать то использовать exception dispatch info пожалуйста есть пример немножко сложнее у меня для этого например мы работаем во многих потоках да у нас несколько потоков процессе и мы хотим оттуда потом собрать exception и как-то их обработать скопом записать или в базу или что-нибудь что мы можем сделать мы можем создать например коллекцию да то есть но сейчас это блокинг collection потому что работает много потоков и создать набор на коллекцию объектов exception dispatch info и просто для каждого потока мы их можем ловить и добавлять в коллекцию это очень классно потому что вы сохраняете состояние вы замораживаете exception у вас есть snapshot его а что вы с ним будете дальше делать когда где вы его хотите бросить вы его можете бросить любом другом потоке например в другом среде но такую возможность вы не можете сделать с помощью вот такого вот подхода да ну это вообще будет ужас вы только запутаете человек но если вы преследуете такую цель то пожалуйста вот вам один из вариантов как запутать соответственно но обработка становится очень легкий потом когда вам нужно вы их можете где-то сровать запускать это очень легко в принципе мы можем эту программу сейчас запустить посмотреть что у нас начнем поменьше то у нас происходит вот то есть в принципе вывелось и что самое главное здесь сохранен stack trace откуда оно произошло не оттуда откуда мы сделали с ролл а где реально этот exception был пойман за handling какая строка это скажем так а вызвала то есть это очень удобно для отладки вам не нужно эти осеты рассчитывать не связанные с этим вещи вот принципе это понятно я думаю что если какие то есть вопросы то сразу задавайте не ждите конца вопрос смотри мы когда использовали этот exception dispatch handler мы потом когда его строим мы не проверяем есть он или нету это реализовано каким образом а что за exception но exception dispatch и инфо да мы вот смотри я не вижу щас этого кода вот мы поймали какой я вернусь туда самый первый пример который ты показал по применению вот нет там где мы первый раз применили exception диспатч инфо ага вот тут последняя строчка myx row здесь мы не проверяем имеет ли myx значение или нет мы просто словами да на самом деле почему так происходит потому что сишар точно знает да и он нам не выдает ошибку компиляции помните я показывал с методом что здесь будет точно exception то есть он уже знает наперед для него это легко построить что здесь будет exception эта вещь будет проинициализирована всегда если я сделаю так вот вынесу в метод просто get value то как раз и будет ошибка о чем мы говорим потому что здесь control flow уже усложняется и очень сильно да то есть не обязательно что вот этот блок будет вызван уже то есть он не может просчитать что будет с этим методом какие переходы и тогда это нужно проинициализировать все то есть это как раз и показывал на самом деле exception и но это очень непросто вот эти когда вы каждый раз пишете блок трой это все это значит но у вас много будет изменений много нюансов как код будет работать а если у вас есть простой метод например вот такой вот да он в принципе мог бы за инлайнится но он не за инлайнится все что касается exception of это сложный flow и такие методы не будут инлайнится даже если вы напишите здесь просто трой все но инлайна никакого не будет никаких оптимизации компилятора здесь не будет еще нет это дополнение то есть принципе в этом участке там где мы делаем маяк строго мы можем использовать новый подход с и шар подачи с вопросик . то есть и не чекать его ну он или нет она снимет но тут и дело не в том что он алый тут его нужно инициализировать но а инициализировать мы можем например да вот вот так вот смотрите это очень важно если этого нету презентации но я уже расскажу из такое поведение не пугайтесь если вы встретите конструкции вот такого вида то есть еще об этом поговорим но тоже и здесь например будет где-то у нас ходе есть переменная и например равная чему-то присвоено и здесь там присвоится например какое-то переменная присваивается и пустой блок трай все знают что сделать с пустыми блоками кэть дошу это надо переписывать а что сделать с пустыми блоками трай и зачем вообще так написано вот но мы об этом еще поговорим следующий демо но тоже на этом и дадим вопрос если я забуду случайно то напомните вот то есть exception dispatch info резюмируя довольно удобная вещь если вам нужно собрать exception и что-то с ними делать работать и вы потом будете ресроу делать чтобы сохранить стек и состояние его полностью зафиксировать на тот момент когда вы поймали а дальше делайте какую-то логику и потом в конце говорить окей пора сровать exception давайте цепочка responsibility да то есть обрабатывайте что нибудь там дальше делать а дальше какая у нас есть проблема с осинками а вейтами я думаю что все работают ну или сталкивались а как насчет эксепшенов когда происходит где-то в коде осинка вейт таск пейзит эксепшен легко понять по стек трейс вообще что произошло кто-то с первого раза может понять но я думаю что нет вы наверно столкнулись с тоже такой проблемы да давайте сразу перейдем к демо и посмотрим что происходит у нас с вообще этими эксепшенами немножко коде у нас есть просто классик где есть метод мы используем а вейт до эй соответственно и использует а вейтбе си и вот все как раз там кидается эксепшен чаще всего у нас такое происходит у вас есть какой-то презенте шинлер потом какой-то еще в лэр и потом там дейтабейс лэр вот это бейс лэре произошел эксепшен кинул вам а вы пытаетесь понять что же там произошло и вообще разобраться сложно да то есть ну давайте посмотрим что нам за стек трейс вообще выводится но мало ли может быть кто-то не сталкивался не видел выводится вот такой вот нам стек трейс системный эксепшен хорошо если это названо а потом начинается buff next что такое move next да там and of stack trace from привислах что это такое таска вейтер с ровно of success я думаю что это не та информация которую бы мы хотели видеть на то есть что здесь get result и так постоянно то есть дойти докопаться что же у меня было на самом деле вы здесь или не здесь там где оно произошло что сместилось но для меня сложно особенно если вы пытаетесь это куда-то записать базу потом анализировать но выглядит как челлендж и реально это челлендж с работая синхрону вот соответственно проблему мы поняли а также что у нас есть еще когда мы используем wait синхронные операции на то есть например вот такие вот не пишем а wait тогда из-за оптимизации компиляторов когда он строит асинхронную машину состоянии и процессинг этих эксепшенов у нас есть асинхронная часть и есть асинхронная часть он не может вам это выдать он вам выдаст только aggregated exception да помните это еще сложнее да потому что это агрегат всех эксепшенов которые были его тоже нужно размотать и соответственно что он на генерирует но тоже не так вот легко понять давайте вам покажу вот соответственно это уже не систем эксепшен до найти еще сложнее а это уже агрегейт эксепшен one or more eros на произошло соответственно если у вас там кинулся систем эксепшен потом еще какой-то аппликейшен эксепшен и тому подобное но разобраться будет тоже не так вот легко но асинковейты классная фича но если у вас что-то работает не так то вы хватаетесь за голову и хотите вернуться назад к синхронному подходу но это правда в принципе такое не обязательно делать можно поставить себе экстеншен ставится через нюгит например есть расширение называется async friendly stack trace а потом будет презентация все что вот это подчеркнуто это линочки вы можете сами посмотреть он убирает все вот эти аватер фреймсы до которые не нужны не представляют для вас ничего полезного но потому что дальше идет у нас показ async стейта да то что нам в коде вы все прекрасно понимаете то что там генерируется машина состоянии соответственно методы будут новые вот и он вместо того что показать ваш реальный метод сразу он показывает метод который сгенерировала машина состоянии до компилятор для нашего конечного автомата ну то есть это не очень хорошо также move next но зачем вам знать ну move next он не несет никакой нагрузки то же самое с параметрами если вы видели там сгенерированные методы но они не несут никакой информации там то что у вас нету параметров но не очень удобно но и соответственно тоже там сообщение она в принципе не мешает да но длинная занимает много места потому что если вы не просто его читаете еще куда-то пишите в базу там какой-то сторож но хотелось бы уметь это делать короче и вы чтобы вид у него был поприятнее соответственно ставится через не get package и on command и просто используется не ту стринг а то async стринг вот тут еще один такой момент я хотел бы обратить на него внимание тоже очень часто люди пишут коде в right line а если это какой-то alert или message box то очень очень часто пишут message это в принципе хорошо если вы это показываете сообщение пользователю но на самом деле тут плохо сам подход показывает сообщение пользователю потому что эксепшена должно быть два представления один для пользователя один для разработчика вот объект может быть один и тут же но для пользователя вы можете там показывать например о да мы знаем что у тебя произошла ошибка мы уже над ней работаем да какое-то сообщение не нужно ему показывать вот твой гуид там да вот тут какая-то проблема или null reference exception он ничего не поймет испугается и все а если вы скажете да мы знаем у тебя есть ошибка мы работаем над ней да то есть там отличного тебе дня все но то есть это кива x а для нашего разработчика на чтобы он как можно быстрее это пофиксил и не обманывали людей лучше всего показывать развернутое по максимуму сообщения message для этого не подойдет то есть если вы хотите для разработчика message это плохое всегда пишите такую ту стринг то стринг оператор ой я извиняюсь метод который перегружен соответственно вы там получите все что вам нужно если был inner exception он тоже вам сделает размотает и выведет этот inner exception то есть вся информация которые есть в exception не за исключением некоторых моментов но основная информация по дефолту который может быть реализована она вам здесь покажется то есть вам не нужно придумывать сами механизмы писать extension и тому подобное to string и этого достаточно вот поэтому здесь коде тоже как бы используется to string а если у вас есть async то гораздо проще использовать to async string с помощью этого extension и код немножко будет выглядеть но не код exception будет выглядеть поприятнее мы помним старый до монструозный вот а новый будет выглядеть гораздо меньше то есть он помещается в окошко консольное дефолтное что хорошо это уже не два скрина мотать и здесь уже именно собрана та информация которая вам нужна то есть вы можете понять ага bc видите то есть уже запись понятно то есть не нужно это параметры какие-то которых не было реально но так как компилятор там сделал кучу работы то он подставил параметры и тому подобное вот но показывает что не было и вы всегда можете понять что async такой-то метод там произошла ошибка и у вас есть сообщение по которому вы можете быстро найти также вы можете вставить это в windows и шарпер а да я думаю что все используют когда у вас какой-то приходит exception stack trace но чтобы вот это не выделять не копировать и на регировать при шарпере есть такая штука как где у нас там вот browse так trace вы сюда просто копируете ваш exception вставляете и он вам сразу делает подсветку индексис а давайте например как тут это все этих консольных окошках всегда так что-то сложно выделить ровалась нет она еще не скопировать ладно я не буду тратить на это время показывали умея копировать или вставлять походу не умею вот идея какая то есть вы берете stack trace копируете сюда вставляете и сразу отсюда можете потом по control клик переходить f12 то есть к тому методу чтобы не искать это в коде довольно удобная вещь соответственно что будет с агрегейте т.к. сэпшен давайте посмотрим загрегейте т.к. сэпшен тоже у нас было сколько тут 3 до экрана вот и новая здесь уже не так конечно помещается потому что здесь уже чуть больше стало вот но тоже остается все то же самое то есть лишний лишняя информация она убирается остается только нужное которое вам позволит быстро найти ошибку и самый главный корень ошибки да и не дебажить не следовать вы сразу можете брикпоинт поставить нужном месте это экономит время и место в вашем хранилище вот ну есть какие то тут вопросы вот выглядит все просто все понятно вот тогда давайте двигаться дальше к презентации и у меня есть еще один такой пункт я его иногда задаем на интервью пытаясь а но вообще скажем так знание как по мне не очень нужные для нашего кровавого энтерпрайза но знать все таки я считаю что какие то основы нужно хотя бы вспоминать как обычно у нас происходит про exception handling блок finally да там поведение его интервью задает вопрос finally там что-то что-то выполняется ли всегда люди которые подготовлены почитали топ 10 интервью вопросов после шарпу приходят и сразу ответ да потому что этот вопрос популярен да выполняется ли finally всегда да вот обычно беседа на этом заканчивается мы переходим например там уже говорим про ивенты про события там делегат тому подобное но на самом деле это не так когда говоришь правда finally всегда ли выполняется видно сразу человек сталкивался с этим или просто прочитал на форуме да то есть такой то нет дайте подумать мне все таки всегда но я считал нас такого флоу врать не будут ну там или какой-то 500 вопросов там книга от какого-то разработчика то есть как там пройти интервью в аутсорсинговую компанию он же напишет ну правда и для аутсорсинга чаще всего да то есть но нужно знать одно слово всегда сообразительные люди которые попадаются не говорят не но когда свет выключишь но то finally не выполнится да то есть если компьютер из розетки в принципе в каждой шутке есть доля шутки да и доля правды я хотел бы это тоже поговорить про это и переключимся к тема да лучше всегда код проверять и я хотел бы сказать такую вещь что finally не обязательно выполнится всегда вы можете на это влиять из кода а мы не говорим про те случаи когда finally например мы идем блок finally и выдираем компьютеры сети нет а вы можете из кода сказать что блоки finally не должны быть выполнены для этого есть такой статический метод environment fail fast вот если вы вызываете этот метод то финализаторы и блоки finally выполнены не будут мы еще чуть дальше поговорим в каком случае нужно такие вещи вызывать скорее всего никто в коде никогда у себя не вызывал им такого не видел я но с вероятностью 90 процентов уверен если кто-то использовал этот метод или знал просто о нем то скажите пожалуйста было бы интересно нос так кто-то там хотел него тоже метод который уничтожает приложению смысле уничтожает удаляет его с компьютера не я хотел бы такой но на самом деле смысле какое-то экстренное экстренное завершение приложения ну в принципе вот но а если написать тут аппликейшн там как мы например писали exit это будет экстренное или нет но нет это будет ну в новое грузы за за сомблей потом и до грузы вы конуя все файлы и закрой и всяк мая будто красава отца просто сразу пробивая процесс процесс она не сильно трогает дело в том что да конечно как бы не всегда выполнится но как бы просто так интересно сформулировал свою мысль как бы если бы где-то не считаешь как бы всегда говорится что неважно крыла в интерпрайсе или интервалы но как бы файлы это только существует для того чтобы он всегда выполнить просто он не выполнится в случае если ты сам ну то есть вот ты показываешь на метод environment file fast то есть это ты сам лично как бы влияешь на поведение но в стандартном случае он всегда выполнится ну я имею ввиду что мысль была сформулирована что как бы нет не всегда но по сути нет не всегда это из-за того что мы сами вот взяли и выключили из ну как бы я имею ввиду что просто ли был поставлен немножко не так ну на мою но мое скромное мнение хорошо но на самом деле мы еще вопросы к этому вопросу когда блок качи finally тоже вообще выполняться не будут но это не будем делать мы из кода вот на самом деле в принципе да то есть но камен как бы валидный да то есть finally выполняется всегда когда мы ничего не трогаем да но когда но мы скидаем exception и да то есть но мы какую-то делаем обработку вот но мы можем повлиять скажем тогда тут наверное лучше вопрос строить finally выполняется всегда да и можем мы как-то повлиять на flow выполнения и например сказать чтоб не выполнить да но если вы здесь например напишите throw exception ну там просто throw выполнится ли в этом случае finally или нет но он выполнится но никуда не денется хотя она пойдет дальше да и мы еще рассмотрим второй случай когда тоже казалось бы finally может не выполнится но на самом деле выполнится да но давайте закончим с этим environment fell fast а что он делает он по сути да то есть ну правильно сказано что он было уничтожает приложение он по сути ваш application домен самый главный который был он просто его если грубо говоря кидает в черную дыру да то есть он схлопывает все уничтожает то есть вы понимаете что не будут выполнены блоки finally не будут выполнены финализаторы вообще ничего то есть нужно по максимуму ну быстрее уничтожить приложение чтобы ничего больше не произошло почему мы эти вещи не используем скорее всего мы не сталкиваемся с такими проблемами то есть environment fell fast нужно использовать в том случае если дальше работать с данными опасно и вы не знаете в каком состоянии находится программа и лучше ничего не делать просто закрыться чтобы не сделать хуже то есть понимаете когда делаете хуже да то лучше уже остановиться до чтоб дальше не поломать это пример и жизни когда идет официант с подносом разносом да как правильно не знаю вот и у него там например стоит там бутылка и стаканчики вот и у него что-то там пошатнулась а и он вместо того чтобы просто уронить один стаканчик он пытается поймать все эти стаканы соответственно еще больше разбалтывает и у него рушится все вот то же самое и здесь вот и смотрите в принципе про то что выполнится он или нет это очень простой код как проверить да соответственно у меня тут такое появилось и сообщение соответственно блок кетч но наш не сработал а то есть если бы мы зашли в блок файна ли если бы зашли в блок файна ли он бы нам написал что да я файна ли вот а на самом деле наше приложение даже но наш код файна ли блоки не выполнился не обработался то есть это вот один из случаев тут больше point не в том что мы можем повлиять но не то что файна ли выполняется всегда или не всегда да про то что мы можем на это влиять вот один из методов файл фаст также второй вопрос на рассуждение например у нас try catch идет в отдельном потоке мы работаем в этом потоке и например там в трое какая-то там долго играющая операция а с главного потока я решаю убивать сред похоже очень на то что мы вытираем компьютеры сети да я говорю с рэда борт как вы думаете выполнится файна ли в этом случае или нет есть какие-нибудь идеи но я думаю выполнится хорошо конец эксцепшен с рэда борт там ты пушь я ксрада борт я точно не помню как и называется и туде выключается кэш и файна ли в среде ну ну то есть файна ли в этом случае выполнится вот то есть код примерно выглядит так да то есть у нас есть red в крае мы зависли навсегда и остановить мы его можем только до аборт и соответственно есть блок файна ли который напишет что да когда вошел но из моего главного потока я говорю там давайте пять секунд подождем на этом раз комментировал 5 секунд подождем и потом сделаем с рэда борт на то есть выглядит это примерно так у нас red работает он стартанул и потом мы вызываем аборт эксцепшен и блок файна ли выполнится всегда то есть файна ли гарантирует выполнение но даже если вы вызвали сред то есть аборт хотя иногда кажется что ну мы же остановили муж все убили аборт это все раз и как было и убить нет на самом деле во первых не рекомендует использовать сред аборт потому что они его добавили по просьбам людей но они его не рекомендуют использовать там с этим кучу проблем утечки памяти незакрытые ресурсы и тому подобное вот но это тоже есть такой вот нюанс и соответственно возвращаясь к тому почему вы можете встретить в коде конструкции типа пустой try и файна ли что-то выполняется это для вас должен быть сигнал да например здесь у нас где-то там у вас объявлена переменная счетчик и здесь например делается какая-то там операция вот это связано с тем что скорее всего ваш код используется с различных потоков и которые могут быть аборт сред эксцепшен аборт сред эксцепшен могут быть по разными да там приходить вы может кто-то вызвать аборт да там всякие cancellation токен это все равно приходит к средам вот но нам нужно подстраховаться и обязательно даже если был совет аборт установить эту переменную но для это перемен это значение то есть этот кусок кода который находится критической секции он будет выполнен всегда даже если вы убили поток то есть это вы можете встретить я не встречал что кто-то писал у нас такой в коде это я встречал в проектах microsoft розлин вот что они пишут такой вот подход вот но принципе у меня есть вопросы но смотри если мы посылаем срабатывание эксцепшен амутом по аборт сред и в данный момент мы не находимся внутри секции трай почему должен этот файн или выполняться ведь мы обрываем другую нить которая выше уровня то есть если получается эту вещь воспроизвести оно должно выглядеть как-то так это мы напишем куда и примерно должно выглядеть сейчас я просто попытаюсь правильно ли я понял вопрос что-то в таком духе должно быть на то есть ну у нас это правильно ли должен быть травер не тот который зависший в таком случае его фай на ли должно отработать потому что мы бросаем эксепшен на обрыв выполнения если мы если наш страй находится ниже секции которая в данный момент в состоянии зависания то почему этот фай на ли должен вызвать я понял вопрос отдельный коммента смотрите для такого они не пишут просто вот так вот код среде что try и finally такой код я на самом деле правда выдрал его из контекста они пишут всегда предшествует какой-то try finally здесь происходит работа какая-то вот в этом коде потом хендлятся какие-то эксцепшены еще бывает а иногда бывает и потом здесь начинается finally то есть они вложены получаются то есть это обязательно условие то потому что просто так блоки не выполнится а начинается с red начинается body с того что есть try здесь есть какая-то работа и у них иногда finally очень много вложенности еще идет дальше вот поэтому то есть всегда будет захвачен какой-то try и установлена секция на то что finally нужно выполнить то есть я понял вопрос думаю что правильно и ответ то что всегда есть блок вход в try и чаще всего вот этот код располагается уже в finally пустой ну тогда непонятно зачем все-таки создаем еще один try то есть мы это единственное что мы можем послать exception когда мы находимся уже внутри try а внутри finally в смысле но все равно непонятно зачем нужен пустой try и если у нас exception возникает за пределами этой области видимости то наш finally не должен выполняться не но если у нас есть метод получается вот мы входим работаем вот кусок кода который работает в отдельном среде он начинается уже строя да то есть у него есть finally который выполнится весь код который finally должен выполниться даже если был с red аборт и соответственно finally они пишут еще один код да еще один там try finally то есть он тоже уже войдет там зацепится вот это понятно зачем тогда внутри finally создавать еще одну секцию try finally если мы все равно попадем в этот кусок кода при exception мне непонятно назначение я понял да но на самом деле я не могу сейчас такой вот пример сделать как у них я потом скинул ссылку прямо на код я сейчас ее быстро не найду у microsoft а и оттуда уже будет это гораздо понятнее как они это делают но работу то есть там вот эта вложенность то есть ну там все это есть комментариями это будет думаю но хороший пример как они это все структурирует спасибо то есть это просто такой синтаксический синтетический до выдран немного из контекста ну просто если встретили чтоб не пугались и зачем это делает они пытались а мы то есть если мы уберем как бы и запишем так то то есть если а и finally то поведение будет другое ил код будет другой абсолютно вот это я скину отдельно хорошо какие-нибудь еще вопросы есть по этой части если нет то давайте двигаться к такой еще вещи как wrapping exception с другие exception на самом деле ничего страшного нет объектно ориентированное программирование но иногда ради одного параметра мы создаем свой exception кастома exception а то есть но это незачем делать да потому что лишний exception него мало ли кто будет использовать но смысла как нету еще в одном объекте но хочет сохранить например какой-то параметр файл на им да потом еще в логирование использовать принципе мы это можем сделать и стандартными способами нам для этого не нужно создавать exception потому что в потерянемся где мы у exception а есть такая вещь как дэйта поле дэйта который из себя представляет обычный интерфейс и дикшин или и мы туда можем засунуть соответственно ключ значения например у меня есть exception да и я в этот exception могу в поле дэйта добавить информацию какую угодно то есть это может быть версия программы это имя файла там какие параметры все что угодно и соответственно потом когда я хендлю мой exception the string здесь не сработает автоматом вам самим нужно будет проверить что если и дэйта exception дэйта поле имеет какую-то информацию то вы можете себе ее вывести довольно проверяется это легко до поймали exception смотрим если есть какая-то там дэйта больше нуля то мы дикшин рентри разматываем ключ значения что у нас получается то есть но выглядит это примерно так нам не нужно создавать свой exception мы можем использовать уже существующую структуру данных просто ее расширять то есть не обязательно заводить ради одного параметра новый тип exception а если у вас преследует только цель что нужно хранить какую-то дополнительную информацию принципе это очень просто и можно использовать например если вы используете какой-то там семантическое логирование дата он сериализует вам автоматом эти вещи то есть довольно удобно в принципе просто завести новый exception им нужно пользоваться нужно дать хорошее название понимать понимать где его использовать только у себя в коде или прокидывать наружу а нужно ли его прокидывать наружу но и начинается куча нюансов если вам нужно добавить параметры какие-то то пожалуйста используйте уже существующую функциональность в принципе довольно просто и не нужно создавать свой кастом на exception оборачивать текущий нибудь вопросы комментарии замечаний good хорошо тогда давайте двигаться дальше что у нас еще есть у нас есть такие exception и интересные которые мы не можем поймать на самом деле как бы вы ни старались а вы их не поймаете я думаю что тут время сразу идти в демо и по демо уже будем разбираться и смотреть тут кстати возвращаясь к тому что блок finally на мы на него влияем на самом деле когда у нас проходит corrupted state exception у нас даже не вызовется catch и соответственно даже не вызовется finally вот то есть такие exception и мы не можем отработать мы не можем поймать никак они поэтому и называются corrupted state exception например такой exception как stack overflow известный вот они приходят в clr да это такое длинное название но на самом деле слр его заворачивает в знакомый нам stack overflow exception объект если вы используете clr 2.0 а кто помнит у нас есть несколько версий clr 2.0 и 4.0 все что до фрейм если вы используете фреймворк 2.3.5 то у вас используется clr 2.0 и вы можете поймать stack overflow exception clr 4.0 и выше вы уже никак не можете поймать stack overflow exception если он произошел а потому что получается у нас corrupted state и это правда у вас нету уже в стеке памяти и вы не можете дальше уже ничего сделать то есть у вас состояние программы испортилась stack overflow exception в принципе все знают на когда он происходит когда вызывается много методов подряд в принципе чтобы воспроизвести stack overflow exception да нам очень легко вызывать функцию рекурсия на подход и соответственно что мы увидим на вот такую вот вещь процесс остановился да то есть stack overflow exception но не то что наш кейдж не кейдж не файна ли ничего не вызовется как бы вы не старались соответственно дальше расскажу как это можно ну предсказать сделать prediction до обработать все таки как-то но все лар 2.0 вы можете это с такой формы эксепшен пони поймать что-то с ним сделать как-то обработать исправить вашу программу нет но исправить вы не сможете да а потому что у вас но и так уже астек загружен поэтому сделали такое решение что clr 4.0 но не мучить не кидать уже хендлер не искать не кидать это все в потому что исправить сложно а также есть такой эксепшен например который относится к corrupted state exception это access violation когда например вы пытаетесь прочитать какую-то память да например чтобы это воспроизвести я просто разыменовываю какой-то указатель памяти я не знаю на что он указывает но мне программа соответственно тоже упадет скажет что ну извини access violation exception но тебе в этом участке памяти делать нечего вот в принципе clr 4.0 появилась возможность access violation такие вот хендлить и на самом деле это решается с помощью добавления атрибутов handle process corrupted state exception и security critical они идут парой и в этом случае тогда мы можем сказать что мы поймали этот эксепшен мы этот код выполнили на этот эксепшен поймали то есть мы говорим clr я готов принимать corrupted state exception stack overflow вы до сих пор поймать не сможете так вот но например access violation exception exception вы сможете поймать и его обработать это один из вариантов используя используя атрибутов и сказать clr что я готов я понимаю осознаю весь риск и что-то буду делать а также если вы не хотите перекомпилировать вашу программу развешивать атрибуты это легко сделать в апконфиге выставить этот флаг в true и тогда у вас уже скомпилированная программа магическим способом тоже заработает без этих атрибутов а я думаю что мало кто с этим сталкивается если вы не используете платформ инвоки маршалинга потому что с маршалинга очень часто можно залезть не туда куда нужно вот он сейф код скорее всего значит вы с этим сталкивались также смотрите в принципе кто-то может там попробовать и сказать что ну на самом деле давайте здесь что подключу у нас все было и кто-то придет там и решит протестировать и написать stack overflow exception на throw вы думаете мы поймаем его или нет поймали на самом деле тут вот нужно понимать ограничения если вы сами кидаете из кода из юзер кода эти exception stack overflow exception или access violation exception но вы его поймаете блоками кетч а тут и идет внутренний механизм clr что он вам просто но не будет искать хендлера если у вас нету скажем так атрибутов или не установлен этот флаг то есть все что вы в юзер коде в напишите любой exception он поймается хоть stack overflow хоть access violation все что в юзер коде она соответственно будет ловиться очень часто приходится все-таки сталкиваться давайте поговорим немножко как их все-таки обходить да если мы такие вещи не можем понять поймать как бы хотя бы предсказать механизмы есть например stock overflow exception если у вас рекурсия то вы знаете есть такой прием хвостовая рекурсия пришел с функциональных языков программирования в си шарпе раньше не было хвостовой рекурсии компилятор не умел делать такие оптимизации сейчас с появлением нового компилятора ru джид ну и интерпретатора джид компайлера давайте я буду называть так если розли да есть у нас джид компайлер вот джид ru джид уже умеет делать хвостовую рекурсию оптимизацию но а если вы вдруг решите то пожалуйста посмотрите в интернете что нужно настроить чтобы это было x86 чтобы были соблюдены несколько правил и тогда ru джид сможет вам обеспечить хвостовую рекурсию то есть частично все шарпи она уже есть что делать дальше если ну такой возможности нету это очень сложно есть такой вот у вас используется рекурсия вы можете использовать runtime helpers там есть вещь вот она insurance efficient execution стек если вы вызываете этот метод и стека скажем так у вас не хватит для следующего вызова вашего мэйна на то есть например это выглядит как так вот вы здесь вызываете мэйн давайте это уберем если для следующего вызова у вас не хватает памяти в стеке то он вам кинет exception что-то опять те у нас было он вам кинет exception сейчас попробуем его найти называется он по моему иншуфисент экзекьюшн стек или что-то в этом роде но в общем он вам кинет тогда exception вот это можно посмотреть если кто-то с этим сталкивается а зачем это можно если вы смотрите что вам стека не хватило например вы можете поймать этот exception не полностью скажем так ломает вашу программу поймать этот exception и например увеличить размер стека я сейчас говорю когда мы делаем работу в новом потоке в новом среде когда мы создаем новый сред да вот олег спасибо большое вот он этот exception вот он выглядит вот так вот то есть этот exception вы уже можете поймать когда мы создаем новый сред вот очень часто об этом забывает а с появлением осень к вейтом здесь есть конструктор да то есть мы здесь можем передать какую-то функцию а есть еще параметр стек сайс то есть здесь вы можете установить размер стека то есть для страда но я думаю что это все помню да то что но создание потоков дорогостоящая операция по одной простой причине до что самое дорогостоящее это нужно выделить столько на стеки по дефолту это один мегабайт но вы например можете сказать 1 мегабайта мне мало до сейчас давай умножим это на 2 давай выделим 2 мегабайта и снова запустили ваш сред попробовали посчитать проверили что там хватает ли мне стека на мою рекурсию для расчета нет давай еще тогда выделим больше то есть поймали этот exception сказали надо создать новый сред уже с таким размером стеком но как-то можно обходиться но если у вас такие вот вычисления где без рекурсии никак вы можете увеличивать стек конечно тоже вы упретеся но скажем так возможно больше мегабайта там в два раза уже хватит а без памяти стека чтобы обеспечить нужную глубину вашей рекурсии то же самое если мы получаем out of memory exception тут тоже самая проблема но можно прогнозировать например если вы знаете что скорее всего вам нужно memory fail point вот если вам нужно будет еще сейчас ориентировать например гигабайт памяти да то вы можете сначала попробовать запросить то есть тут тоже вы передаете им который показывает размер памяти вот я не помню точно единицы измерения там байта килобайт и вот но это не проблема на то есть в подсказке и соответственно дальше вы выполняете этот код который требует много памяти и если этой памяти недостаточно то вы падаете в кэч с похожим эксепшеном только там будет memory exception да то есть не экзекюшен стека memory exception то есть это используется вот как вариант если вы не уверены хватит вам памяти или нет тоже как обходить в принципе эти эксепшены можно ловить но это уже такие граничные условия скорее всего но мы с ними не сталкиваемся но знать было бы хорошо почему там у меня что-то не выполнилось да почему мой анкен лет эксепшен хендлер не сработал почему там произошла там утечка ресурсов вроде бы есть диспоуз и да есть финализатор есть файна ли вот почему этот эксепшен не ловится почему программа крышится но иногда взглянуть есть вещи как на которые вы не можете влиять вот есть какие-нибудь вопросы по этому будь на если вопросов нет мы можем на потом их задать вернемся к презентации еще такая вот вещь с эксепшенами часто встречается когда мы пишем кастомные эксепшены или и отдаем наружу до какую-то библиотеку нашу даем api есть такой как дизайн о принцип барбары лесков на substitution принцип вы все прекрасно его знаете но когда мы говорим о реальных примерах например да в жизни где его там можно применить там скажем так расскажите мне лесков субтитюшен принцип из реальной жизни без пожалуйста кругов и эллипсов дата возникает но проблема но получается что мы его нигде не нарушаем его очень легко нарушить в коде я хотел бы это показать так скажешь им принцип например у нас есть мой класс есть метод виртуальный где кидается эксепшен и класс от которого я наследуюся где я переопределяю я понимаю например что нужно кидать application exception это не обязательно может быть наследование какое-то переопределение сложная скажем так логика наследование непонятно что вызовется но какая идея у вас есть код который возможно кидает какой-то exception вы это сделали как библиотеку отдали команда она использует и например вы используете где-то вашу библиотеку вызываете и вы знаете что application exception там ваш класс может кинуть вы соответственно его ловите но все хорошо все работает в exception мы заходим до в кэч мы заходим ловим этот exception все классно потом например вы решаете сделать вторую версию за это время кто-то из разработчиков с программистов почитал что application exception уже кидать это нехорошая да скажем так практика сейчас лучше кидать просто exception но а что страшного будет но на самом деле кинем просто exception и все но когда вы отдадите новую версию библиотеки вашим конечным пользователям это могут быть разработчики кто угодно они код скомпилируют без проблем они выкатят свою новую версию но когда станет все плохо из-за того что вы сделали в изменениях коде но вы не поломали никакую скажем так функционально все синтаксически корректно exception уже ловиться не будет но об этом никак не узнать пока где-то на продакшене на сервере не упадет так вот все на то есть не случится вот такая вот проблема и с этим нужно быть осторожно все exception и которые вы отдаете во мне пишите ли вы кастомные exception и если вы хотите что-то поменять то будьте осторожны с этим но потому что правда на это натыкаясь я понимаю конечно что но в принципе всегда мы пишем да тут exception и ловим все что угодно но не всегда так хочется хочется но скажем так если вы кидаете свой exception ловить ваш exception и обрабатывать работу если нет то возможно там прокидывать дальше но в случае бывает придумать очень но скажем так легко ситуацию или уже найти в существующем проекте поэтому если вы выкидываете какой-то exception вовне то будьте осторожны и помните о совместимости не меняйте просто так от чего наследуется ваш exception например вы можете написать что он наследуется сначала вот application exception потом понимаете что это плохо вы узнали что есть например ай о да exception тоже оперейшен и вы наследуетесь от него соответственно вы меняете иерархию да то есть вы как раз нарушаете risk of substitution приз принцип вот и соответственно подмена такая изменит программу ваших конечных пользователей есть какие-то вопросы может замечания комментарии по этой части вот хорошо ну и в принципе это было основной скажем так 7 частей по которой я хотел поговорить чтобы немного времени и такие возможно они не самые распространенные но мне кажется о них важно знать вот так же я не включал сегодняшнюю нашу разговоры exception фильтры до с появлением c sharp 60 штука классная фича классно принципе если кто-то хочет можно там посмотреть наше предыдущее комьюнити мы там говорили в рамках c sharp 6 зачем эти exception фильтры что они несут в принципе их функциональность мы проговорили но чтобы уже лишний раз не повторяться но и тогда выглядит так что все спасибо огромное вам за внимание за ваши комментарии за а советы вот но все равно сейчас тема открыта давайте может быть поговорим кто-то может опытом поделиться своим что-то там не сказали дополните но пожалуйста размьют и ваетесь но было бы классно может какие-то вопросы тогда там остались а но главное если вы говорите не забывайте размьют ица а кто-то есть хоть на ремонте там кто-то остался или уже все но тут можно питание у меня такие ага вот ну мы ловим exception там пишем catch exception то зловиться все exception которые наследуются от класса exception а если мы подключаем библиотеку яка написана на инчимове и там срока цикл из exception я к такому вкладку хэндлэкс а но тут немножко пару вопросов еще хотел бы потому что вариантов у меня много а например если это он менедж код да какой-нибудь там если кидается из c++ например кода да вы используете маршалинг по инвоке так например такой вот вариант или например это язык f-sharp нецессу случилось и плюс все-таки а на менедж код да давайте назовем а менедж код тоже можем ловить но там нюансы там если вы используете вот эти длл импорт а когда платформы инвоке вот это все то там иногда нужно строго выставлять exception но вам придет всегда вин 32 exception то есть надо посмотреть я точно не уверен давно не имел с этим дело но там вин 32 exception поймает ли просто catch exception или нужно писать catch win32 exception но по-моему он наследуется тоже от exception и очень часто еще если си плюс плюс но скажем так написан с поддержкой exception of нужно понимать что некоторые вещи он менедж кода не кидаются когда exception и а есть такая штука как там петласт ров по моему метод на то есть он винтовс хранится там эрар код вот то есть иногда когда ждете exception возможно его и не стоит ждать потому что там эрар кода используется вместо exception а вот на так силар попробует вам завернуть exception и кинуть как вин 32 exception что вы сможете с него достать это уже другой вопрос а если вы используете такие вещи как dotnet овская если у вас есть на visual basic и кусочек на и в шарпе кусочек если вы see ls compliant то у вас как бы проблем не должно быть да потому что exception и вы получите но потому что это все датная это ил код но тут с хендлингом должно все просто если вы еще интегрируете используете какие-то wcf сервиса то там тоже не забывайте что нужно фолд контракты описывать потому что когда ему просить жегом часто по дефолту вы вызываете wcf сервис он отработал да хотя там произошел exception вам говорят ну а вам ничего не кинулась exception и но там нужно немножко руками пошаманить до чтобы фолд контракт и вам кидался exception чтобы вы его могли у себя в коде поймать варианты есть варианты но в принципе exception и можно ловить все единственное что есть exception и который коробки стоит x exception они так из названия следует что скорее всего вам делать уже ничего не надо вам нужно просто быстро помыть руки и закрыть ваше приложение но потому что что-то произошло там ужасно у вас изменилось состояние вы даже не знаете можете ли вы его исправить а что поломалось а что нет да то есть но поэтому тут лучше переждать только дякую спасибо александр на вопрос и еще какие-нибудь там комментарии пожелания может быть какая-то интеграция была у кого-то проблема с exception хендлингами хорошо тогда я такой задам вопрос может как фидбэк если нам вопросов нету для кого-то что-то новое было хотя плюсик там чат напишите или нет или это все было знакомое но просто для меня это как бы какое-то время было что-то знакомое вот отлично вот интересно и новое о супер нам нужно чат надо в чате общаться иногда разметываться сложно вот но это круто спасибо большое за фидбэк вот и изда чат я тоже большой палец вверх иногда фидбэк так собирать хорошо ну я так понимаю что вопросов нету если вопросы появятся то но вы знаете как меня найти вот пожалуйста обращайтесь а ну я буду рад помочь подсказать рассказать возможно там что-то я не так сказал тоже пожалуйста говорите но было бы очень классно и и в принципе по комьюнити получается так что я больше не буду мучить вас какое-то время мы открываем такую как неделю перформанса например про всякие там оптимизации и тому подобное вы можете зайти там на страничке было бы классно если тоже у кого-то есть что-то поделиться записывались там говорили но выглядит так что у нас будет там подряд несколько докладов это буду не я это надеюсь что хоть отдохнете от меня вот будем говорить про перформанс если у кого-то есть что-то поделиться там но скажите жене может быть не я тогда жене там передам но и тоже подготовили какую-то презентацию поделились а потому что информации очень много интересные у нас есть как по мне вот и следующий у нас цикл будет я так понимаю про перформанс но судя по темам людей было бы классно если у кого есть что-то делитесь пожалуйста тоже мая цена лазина комьюнити правда да на комьюнити но просто видели да у нас не было но но время там спикеров но и поэтому я пользовался этой возможностью и вашим вниманием и временем и делился вещами которые для меня кажется интересны вот но так может и надо есть вот и в принципе слушать одного и того человека и ребята по записывались и вот чтоб заполнить скажем так эти пробелы и почему то так получилось что четыре подряд там темы будут про перформанс вот но всяких в приложении там но тема еще так to be defined но идея поговорить про перформанс там оптимизации и тому подобное вот так что думаю просто если у кого-то есть то мы можем сделать такой там целый цикл было бы классно так что если что пишите хорошо все